Жители домов по улице Луначарского рассказали, что первые разговоры о строительстве дороги начались еще в 2010 году. С тех пор жители 44 домов регулярно подписывали обращение для администрации. В 2014 году половину дороги отремонтировали. Правда, ее надолго не хватило. Делали нам асфальт до 24 дома, а здесь просто размазали нам этот асфальт и все. Я сама за рулем езжу, но невозможно ездить. Подвеску постоянно менять там вообще невозможно. Особенно и на марках, по таким колдобинам, еще и газели маршрутные. Вместо того, чтобы ехать по Нахимовой, они проезжают по нашей улице, разбивают нам последние остатки дороги. В администрации жильцам обещали построить дорогу к лету 2019 года. На эти цели пошли депутатские средства в размере 100 миллионов рублей. Вот только их на то, чтобы закончить ремонт, по каким-то причинам не хватило. Отремонтировали только ту часть дороги, которая была обновлена в 2014 году. 22 августа в приемную к депутату Хавилову написали заявление. Ну, конечно, мы возмущались, что третью часть улицы заасфальтировали. Мы обратились к ней, что нам дальше делать. Она говорит, деньги бюджетные закончились, все, больше денег нет. Делайте за свой счет. В школу, дети, в детский сад. Там самая-самая в конце плохая дорога. Идут ученики. Идут с колясками мамы. Делают ее отвратительно. Кривая. Нельзя по линейке сделать. Прямее дорогу уже. А до того, как делали асфальт, как вы справлялись с кочками? Засыпали сами. Каждый возле своего дома засыпал, чем мог. Тогда еще были печное отопление. И золу посыпали, землю посыпали. По словам жителей, машины спецслужбы застревают по пути к домам. Автомобили приходится вытаскивать МЧСникам. Ухудшает ситуацию отсутствие света по улице. Жильцы рассказали, что на всю Луначарскую у них три фонаря. Весь остальной свет исходит от ламп, установленных жильцами. За комментарием мы обратились в пресс-службу администрации. На место для проверки уже выезжали эксперты. Будет ли долгожданной для жильцов дорога? Ответ смотрите в ближайших выпусках новостей.